Девушки отдыхают Пожалуйста, остановись! Дорогая, ты просто не понимаешь Прекрати! Что ты делаешь, Спрингтраб? Тем временем Лето почти закончилось В последние дни все были как-то эмоционально напряжены Но незаметно для других Пока ничего настолько плохого не случилось Из-за этих двоих Наверное, мне стоит хоть раз успокоиться И все исправить самому Убедить его рассказать правду замороженным Сегодня вечером вместе с Делией Надеюсь, спокойный, но строгий полуночный разговор Не приведет к худшему Так ведь? Я думаю Делия просто должна знать правду о том, кто он на самом деле По крайней мере, все должно начаться спокойно Подожди Этот ублюдок вообще ест мороженое? Забудь Давай покончим с этим Ник, будь круче Будь спокойнее Исправь это как можно скорее Ничто не поможет решить эту проблему Если ты все время будешь в стрессе О боже! Нет, нет! Нет, нет! Пожалуйста, нет! Делия! Руки вверх! Гарри? Чувак! Если она умрет Мы никогда больше не сможем играть с ней Готовить для нее какие-то особенные блины Не увидим ее очаровательной улыбки Просто из-за твоих идиотских желаний Зачем? Зачем? Неужели убив ее, ты сделаешь все намного лучше для себя? А? Это поможет тебе стать лучше? Это также очень огорчит ее отца Потому что она Это все, что у него осталось, чувак Ты делаешь только хуже не только для себя Но и для других людей Я... Я думал, что ты станешь лучше Я думал, что ты будешь замечательным Лучшим другом И, наконец, изменишь свои привычки Но нет Ты все тот же жуткий собственник Который просто прячется за этим дурацким косюмом пушистого кролика В конце концов Признайся, что ты убийца из Фазбера Признайся, что ты никогда не изменишься Признайся, что ты просто эгоистичный лжец Признай это Что ты просто больной, неуравновешенный урод Ладно Я действительно признаю две вещи Гарри Во-первых Не забывай закрывать так называемый хентай на своем телефоне И иди спать, грязный мальчишка Мальчики-подростки и вправду самые худшие И во-вторых Я действительно больной, неуравновешенный ублюдок Сэр, я же сказал вам, что все еще небезопасно заходить внутрь Мне все равно Мне нужно увидеть свою дочь прямо сейчас Малыш, берегись Вниз Мистер Эдвардс Держитесь Я собираюсь Малыш, мы должны уйти Сейчас же Браво, браво Ты проделал отличную работу Ты идиот Ты наконец-то возвращаешься к своему истинному я Кто? Кто ты такой, черт возьми? А ты не знаешь? Ха-ха-ха-ха-ха Какая ирония Я? Это ты Но лучше Это я навеваю на Делию и Ника их ночные кошмары Кошмары такие Которые ощущаются реально Вот что это такое Реальность Роджер Стэнфорд НЕТ! 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 О! Я, блин, все испортил! Что же я наделал? Что же я наделал? Черт! Черт! Так как я мог? НЕТ! Делия! 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 Где ты? Делия? Делия! Где же ты мой деликатесный сэндвич? О! Привет, сэр! Вы не видели мою дочь? Я так долго искал ее Н-Ник? Ты... Ты в порядке? НИК! НИК! Это... Вот кто я теперь? Я... Чудовище! Я был создан для этого! Мне очень жаль! Мне так жаль, что я причинил боль тебе и Делии! Тем временем, пока он прячется в глубине дома Да, сэр! Живой робот-аниматроник с собственным разумом! Он убивал! Леди! Мы должны помочь им там! Мы должны вернуться туда! Малыш, нет! Стой! Мы останемся здесь! Мы по какой-то причине едва выжили! Ты хочешь еще больше пострадать? А? Я предупрежу всех, насколько это возможно! Эта тварь убила всех моих людей! Которые пытались его остановить! Проклятие! И да, я знаю! Он чертов терминатор и не просто какой-то обычный человек в дурацком костюме! Это псих! Профессиональная помощь, которая справится с ним уже в пути! А теперь на время, давай постараемся не рисковать и спрятаться от этого психопата! Я должен был это предвидеть! Он творил вещи гораздо хуже! Даже больше, чем я ожидал! Честно, почему правда так сильно ранит? Мне не следовало быть с ним слишком откровенным! Гарри! Какого черта ты здесь делаешь? И что вообще происходит? Если мама в командировке, это не значит, что ты можешь делать всё, что захочешь, придурок! Она убьёт меня из-за твоей безответственности! М-м-мэд! Как я рад тебя видеть! А ты где был? Я, как обычно, шёл после ночной репетиции к своему другу! Я думал, что ты должен был спать! Какого чёрта ты здесь делаешь? И что здесь делает полиция? А, блин! Чувак! Я всё испортил! Я сделал всё ещё хуже! Это всё моя вина! Я заставил Спрингтрапа рассказать Дэйли правду! А теперь из-за этого он сошёл с ума! И теперь она и её отец находятся в очень критическом состоянии! Целая команда была убита! И... и ещё! Его психическое состояние! Жаль, что я не следил за своими словами! Мне очень жаль! Мне очень жаль! Во-первых, скажи мне, сейчас с тобой никого нет? Гарри и его брат разговаривают неподалёку! Бонни, они нас не слышат! Понятно! Хе-хе! Из всего, что я слышал и видел, это была актёрская игра, достойная Оскара! Чика! Хе-хе! А теперь скажи мне, ты ведь не помогла Нику, верно? Прежде всего, могу ли я просто сказать, что эти дурацкие кодовые имена звучат нелепо! Заткнись! Мы не используем настоящие имена, ясно? Мы будем говорить или изменим всё позже, как только поймаем его! А теперь скажи мне, что случилось с Ником? Я не помогала ему! Я сказала Гарри, что мы должны выбраться! Хотя у него была сильная рана! Конечно, этот маленький засранец хотел спасти Ника, но мы быстро удалились оттуда! Кролик довольно опасен и убил всех остальных! Это просто невероятно! Сейчас парнишка чувствует себя неважно, из-за угрызений совести! Неважно! Важно то, что мы вернём кролика живым! Хорошо? Девчонка, не обязательно! Теперь просто жди подкрепление и кучу дерьмовых фейверков! Приготовься! В доме! Спрингтрап пытается прикрыть рану Ника, но его галлюцинации и безумие медленно нарастают из-за всего происходящего! Вот кто я теперь! Ник! Монстр! Сатана! Дьявол! Я смирился с тем, кто я есть! Хватит держать Делию! И... А ещё я старался быть хорошим парнем! Но всё же... Ты и Делс всегда будете занимать особое место в моём сердце! Спасибо вам за то, что заставили меня понять, что я всё ещё просто полный придурок, который не заслуживает быть отцом кому-то! И в то же время заставили меня почувствовать себя человеком, принятым в семью, сколько бы это ни продлилось! Очевидно, что я сделал достаточно много плохого! Особенно убийство детей! Что ж, а вот и твоя дочь просыпается! Она нуждается в тебе! Ещё раз прошу прощения, Ник! И Делия! Я так сильно люблю тебя, моё милое солнышко! Но похоже, твой лучший друг-кролик уже слишком нестабилен и опасен для тебя! Не волнуйся, я наконец-то ухожу! Уезжаю далеко от тебя! Вероятно, я буду продолжать оставаться этим монстром, пока меня не поймает полицейский! И, наконец, покончу с собой или сожгу себя дотла, зарабатывая своё место в аду! Меня здесь больше не будет! Так что ты можешь наконец-то двигаться дальше и радоваться жизни! Привет, папочка! Как дела? Этот урод вовсе не моя дочь! А? А? Ник! Это Делия! Она просто без сознания! Почему ты не хочешь её вернуть? Я... Держись от меня подальше! Это не Делия! Это что-то твоё! А... Боже, Ник! Я имею в виду, что ты можешь бить меня столько раз, сколько захочешь! На свою, собственную дочь! Да что с тобой такое? Я повторяю это в последний раз, этот урод не моя дочь! Так что, покиньте мой проклятый дом! Сейчас же! Или я ударю вас обоих! На этот раз сильнее! О, нет! Ты просто сошёл с ума! Ты определённо что-то видишь! Я сломал тебя! Да? Ты что, оглох? Я же сказал, валите из моего дома! Ах... Ладно! Отлично! Мы оба уходим, видишь? Я постараюсь позаботиться о ней до тех пор, пока ты не придёшь в себя! Оставьте меня в покое, чёрт возьми! И больше не возвращайтесь! Клянусь, я покончу с вами обоими! Ты разрушил мою жизнь! Я ненавижу тебя! Ах... Надеюсь, что потеря работы из-за этого будет стоить того! Эй, Чика! Мы уже за углом! Знаешь, Гарри, я не очень хорошо на тебя влияю, но это знаю точно! Я думаю, что всё, что ты сделал, было довольно правильно! Ты пытался убедить эту старую дрянь сказать правду своей наивной подруге! И всё, что он делал, было совершенно неправильно! Как бы то ни было, это всё равно долбанное убийство, хотя у него и не в порядке с головой! Ну и... Что скажешь? Давай попробуем покончить с ним раз и навсегда! Так что, не позволим ему больше никого обижать! Будем настоящими героями! Раз уж копы так долго копаются, давай вернёмся в гараж моего приятеля и найдём там какие-нибудь инструменты, чтобы покончить с этим ублюдком раз и навсегда! Не унывай, придурок! Хе-хе... Ладно... Спасибо, я никогда не слышал от тебя ничего подобного! Ты, должно быть, что-то съел! Ну же! Давай прокатимся на моей крошке! Что за... Куда подевалась моя крошка? Клянусь, я припарковал её прямо здесь! А ты уверен, что припарковал её именно там? Эй, Гарри, Мэтт! Я одолжил эту большую девочку и твои вещи на некоторое время! Как хорошо снова оказаться верхом на одном из них! Я верну его тебе вскоре после того, как выполню своё обещание Нику! Пока! Да ты издеваешься надо мной? Теперь у него Делия! Делия? Забудь о ней! Он украл мою драгоценную крошку! Чёрт! 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 Эй, ребята, мне нужно, чтобы вы позаботились об отце Делии. Сейчас приедет скорая. Мы поймаем этого ублюдка, так что не волнуйтесь. У нас в ролика девчонка, едущий по главному шоссе. Отправляйте всё подкрепление на преследование прямо сейчас! Оружие! Ха-ха! Ты совсем спят, старинокролик! Ладно, береги хорошо, Делс, пока Ник не поправится и не захочет её вернуть. Но выберется ли он вообще? Как лучше? Ох, да кого я обманываю? Ты сукин сын! Я должен был просто оставить её Гарри и просто уйти! Разве она уже не ненавидит тебя? Эх, дерьмо! Что я сделал со всеми? Что, чёрт возьми, я делаю? Ладно, ладно, теперь уже слишком поздно. По крайней мере, позволь мне искупить свою вину перед Делс. Успокоиться и рассказать всё, всё, что случилось с ней, когда она наконец очнётся. Больше никакой лжи. По крайней мере, я должен поговорить с ней и извиниться, прежде чем меня по правду сожгут в аду. А теперь нужно найти место, где можно временно остаться в стороне от всего этого. Остановитесь! Сейчас же! Или мы застрелим эту девчонку! Что? Чёрт возьми! Разве вы, ублюдки, не должны быть полицейскими? Зачем стрелять в Деррию? Потому что мы не они. Стэнфорд, а теперь просто остановись, пойдём с нами и никто не пострадает. Стэнфорд? Какой бы ни была нахрен твоя причина, хрен вам! Оставьте нас покоя! Боже, просто мне так жаль. Ник, что я сломал тебя. Мне жаль, Дэлс, что я причинил тебе боль и погубил твоего отца. Мне так жаль, Гарри, Майлз, Ной, Дженнифер, Оскар, Мэтью, всех! Дерьмо! Вот дерьмо! Нет! Просто нет! Что же я наделал? Вот и всё. Это окончательно. Хочу я этого или нет? Я постараюсь позаботиться о Дэлс, как отец, которого у неё никогда не было. Только ради Ника. Просто, чтобы искупить свою вину, даже если она меня ненавидит. Я постараюсь сделать всё правильно. Последнее, что я сделаю, прежде чем окончательно попаду в ад. Я... Я должен... О, чёрт! Дэлли! Дэлли! Нет! 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 Где ты? Зачем я вообще это сделал? Я и так слишком неравновешен, чтобы опять всё это началось. Ладно, приди в себя. Сосредоточься на настоящем. Сосредоточься. Очисти свой разум. Настоящее, не прошлое. Продолжай следовать плану. Ух... Сосредоточься. 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 Он самый лучший отец, который у меня когда-либо был. Он такой же, как и любой другой любящий человеческий родитель, который любит и заботится о своём ребёнке. Ладно, если ты так говоришь. Главное, чтобы мы видели тебя счастливой. Хорошо? А теперь вернёмся к теме выпускного вечера. Кто-нибудь уже пригласил вас на свидание? Брайл, парень из футбольной команды пригласил меня сегодня утром на свидание. Ха-ха-ха. Это было... так неловко. Но я просто сказала да. А как насчёт тебя, Делия? Выкладывай. Эм, ну, мы с Гарри собирались поговорить об этом. Эй, ребята, в чём дело? Я хотел встретить кого-то, кто является особенной для меня. Привет, Гарри! Ребята, познакомьтесь с Рэйчел Шей. Привет, Рэйчел! Привет, привет! Рэйчел, это мои друзья, Джули Паркер и Элисон Феррис. А это моя лучшая подруга детства, Делия Стэнфорд. Привет, Рэйчел. Приятно познакомиться. Очень приятно познакомиться с вами, ребята. Гарри так много рассказывал о вас. Особенно о тебе, Делия. Не могу дождаться выпускного вечера. Увидимся в пятницу, это будет так весело. Делс, передай от меня привет мистеру Стэнфорду. Спасибо. Давай, детка, увидимся, ребята. Пока, ребята. До скорой встречи. Какого чёрта? О, нет. Делс, не принимай это близко к сердцу, ладно? Это было похуже на пощучину. Да, нет. Всё в порядке. Мы просто остались друзьями навсегда. Я думаю. Не волнуйся, я собираюсь пригласить тебя на выпускной. Ну, если ты захочешь. Кроме того, ребятам не понравится, если я приглашу их на свидание. Ха-ха-ха. Ну ладно, это было бы здорово. Мы точно вырубим все остальные пары. Ха-ха-ха. Просто шучу. Да, не унывай. Мы все ещё молоды. Выпускные вечера не должны предопределять, кто будет твоим партнёром на всю жизнь. Верно? Всё может изменить. В море полно рыбы. Добрый вечер, детишки. Радуетесь выпускному балу, да? Редактор субтитров А.Семкин